Молодой саровчанин стал соучастником в четырех мошенничествах, в которых выступил в качестве курьера. Женщинам звонили и сообщали, что их родственник попал в ДТП, а второй участник аварии получил телесные повреждения, и ему необходима экстренная платная медицинская помощь. Под этим предлогом злоумышленники убеждали своих жертв передать через курьера определенную сумму. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества. Также установлена личность курьера. Им оказался саровчанин 2004 года рождения. Саровчанки перевели мошенникам в общей сумме более 600 тысяч рублей. Чаще всего жертвой преступников становятся пенсионеры. Они более восприимчивы и доверчивы. Поэтому поговорите со своими пожилыми родственниками, расскажите им о популярных схемах обмана и как действовать в чрезвычайных ситуациях. Обратите их внимание на то, что необходимо сразу звонить родственникам, о которых идет речь в телефонном разговоре. Либо в больницу или полицию. И важно не передавать деньги неизвестным третьим лицам. Учителись случаи, когда саровчанам поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются действующими сотрудниками правоохранительных органов. В случае, если граждане засомневались в предоставленной им информации, необходимо положить трубку, а после позвонить по официальному номеру ведомства и уточнить. За прошедшую неделю на дорогах Сарова зарегистрировали 4 ДТП с материальным ущербом. Пострадавших не было. Сотрудники ГИБДД выявили 182 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Светлана Юрунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.